Пар изо рта, ботинки, теплые штаны и кофта. Так проводят вечера жители многоквартирного дома номер 44 на улице Ларионова в Симферополе. Чтобы не замерзнуть во сне, приходится потеплее одеваться и кутаться в одеяло. Только в таких условиях можно комфортно провести ночь. Жильцы обращались в управляющую компанию неоднократно. Результата нет. Это же фирма. То, я знаю, когда они появятся, опять что-то имело. Хотя им то и дело звонили через день, каждый день там. Чтобы хоть как-то отопить дом, приходится использовать электрические обогреватели. Из-за этого, кроме тысячи рублей в месяц за тепло, приходится переплачивать и за электроэнергию. На кухне спасает газовая плита. Но даже этого не хватает, шутят жильцы дома. Скоро придется покупать дровяные печи. Тогда они забегают. А так ничего не получится, наверное. Только буржульку ставить. И лоб больше от них ничего не дождется. Вся беда, как говорят люди, в том, что при ремонте отопительных систем рабочие установили слишком маленькие трубы. Из-за этого теплая вода не может добраться даже до вторых-третьих этажей. О пятом можно и не говорить. Там батареи нагреваются в лучшем случае до 25-30 градусов. Кроме этого, беда и в том, что магазины, которые находятся на первом этаже дома, подключены к теплотрассе напрямую. В обход стояков. Из-за этого большая часть тепла теряется. Что это такое? То были какие-то перебои с горячего. Вроде как устранили немножечко поломку. А теперь началось с отопления. Оно не то, что началось, оно давно это продолжается. Вообще. Понимаете? Это не только одна я страдаю. Вот я во втором подъезде, а вот люди в первом. Оказывается, у них та же самая проблема. Чтобы разобраться в вопросе, мы решили отправиться в управляющую компанию дома. МУП – железнодорожный жилсервис. Там нам сообщили, что никаких заявок от дома номер 44 не поступало. Однако коммунальщики пообещали изучить документы и постараться устранить проблему. А тем временем жильцам дома, видимо, придется проводить время в пункте обогрева, который, кстати, и находится в офисе МУПа. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.